Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава книги «Исход», перевод российского библейского общества. Я читаю его для библейского портала «Экзегет». Ну вот, вечный рефрен. Эдик Фараону говорит с фараоном, Господь обращается к Моисею. Моисей говорит, ничего не получается, израильтяне не хотят, фараон тем более не захочет, кто меня послушает, кто я такой, я разговариваю, не умею как следует. И сказал ему Господь, я сделаю так, что ты будешь для фараона Богом, а твой брат Аарон будет твоим пророком. Ты возвещай, что я тебя повелю, а твой брат Аарон передаст фараону, чтобы тот отпустил сынов Израилевых из своей страны. То есть, смотрите, раньше Господь говорил, я сделаю тебя Богом для Аарона, то есть я буду Богом твоим, а ты будешь передавать мою волю Аарону, тем самым, как Бог пророку внушает, ты будешь своему брату говорить. А здесь он говорит уже, фараону ты будешь это передавать. То есть, человек уподобляется Богу, когда он исполняет его волю, когда он возвещает другим людям, сначала своему брату, потом и враждебному фараону то, что Бог ему велел возвестить. Я заставлю фараона упорствовать, я явлю в Египте множество чудес и знамений, но фараон не станет вас слушать. И вот тогда я заставлю Египет познать всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мое воинство, мой народ сынов Израилевых. Страшны мои кары. Под тяжестью руки моей узнают египтяне, кто такой Господь, и я уведу сынов Израилевых из-под их власти. А справедливо ли это? А если Господь сам заставляет фараона упорствовать, то за что он его наказывает? Потом этот вопрос будет разбираться в послании к римлянам. И надо сказать, что Павел так и не даст разумительного ответа. Он скажет, а ты кто такой, чтобы спорить с Богом? Ну, хорошая фраза. Но смотрите, мне кажется, здесь мы можем получить на этот вопрос какой-то ответ, если мы поймем, что заставлю упорствовать. Не обязательно означает, фараон бы отпустил, да я ему не дал. То есть, вот в те времена в языке библейском все-таки не было таких тонких понятий, которые в нашем дальнейшем богословии разовьются. Например, попущение Божие. Человек хочет что-то совершить, и Господь ему это попускает. То есть, он не препятствует ему это совершать. Можно подумать, фараон собирался кого-то куда-то отпускать. По всей этой истории мы считаем, что у фараона одна логика — кирпичи. Он и сам как кирпич такой прямоугольный и прямолинейный, да, вот у него только надо, чтобы израильтяне ему кирпичи изготавливали, а все остальное ему только мешает. И Господь, собственно, не вмешивается, чтобы это изменить. И Господь его вот в этой кирпичной логике сохраняет, но находит свою цель, тем самым он являет свою власть над этим миром, тем самым он показывает, что не фараон тут главный. Как повелел Господь Моисея Иерона, так они и сделали. Когда Моисея и Иерон говорили с фараоном, Моисею было 80 лет, а Иерону 83 года. Ну да, самое время, чтобы убеждать кого-то в чем-то. Стариков обычно слушают, но фараону это абсолютно не интересно. Господь сказал, обращаясь к Моисею и Иерону, «Когда фараон потребует от вас покажите чудо, то вели Иерону бросить перед фараоном свой посох, и посох обратиться в змею». Помните, там уже этот посох Моисея точно так же обращался в змею, и это было доказательством. А почему фараон скажет, покажите чудо? Ну, видимо, для фараона слова мало значат. То есть ему нужно какое-то действие, которое убеждает его, что от Бога действительно исходит это повеление. А Бог творит чудеса. Дальше очень интересно, магическое состязание. Моисея и Иерон пришли к фараону и сделали, как повелел Господь. На глазах у фараона и его вельмоши Аарон бросил на землю свой посох, и посох превратился в змею. Но фараон позвал своих мудрецов и колдунов, и они, эти египетские маги, с помощью волшебства своего сделали то же самое. Каждый бросил свой посох на землю, и эти посохи превратились в змеи. Да только посох Аарона поглотил все их посохи. Но фараон упорствовал, не стал слушать Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Что же это волшебство существует? С точки зрения фараона, безусловно. Будем ли мы считать, что речь идет о обмане каком-то, что они устроили представление, которое призвано показать, мы тоже так можем. Или мы будем считать, что на самом деле там было какое-то магическое действие, что магия в какие-то моменты, в каких-то ситуациях реально работает. Будем ли мы считать, что это некая литературная условность, такое повествование. В египетских сказках, кстати, есть этот мотив соревнования волшебников. То есть для египтянина, у кого круче волшебство, тот и прав. Ну, сегодня мы это называем, у кого там технологии продвинутые, у кого там, я не знаю, идеология более такая вот правильная. В древности это все называлось словом волшебство. В принципе, сегодня, пожалуй, многие это так и воспринимают. То есть надо доказать свою крутизну всем явным и понятным способом. В древности это была прежде всего магия. И оказывается, что у Моисея Рона все-таки посохи-то помогущественнее, но не потому, что они таковы, а потому, что Господь с ними. И дальше начинается вот этот парад технологий. Но обратим внимание, что этот парад магических технологий запустил фараон. Он потребовал от них чудо, и чудо было явлено, оно его не убедило. Дальше начинаются другие чудеса. Когда ты требуешь чудес, когда ты ждешь, что вот что-то произойдет определенным образом, так как тебе приятно хочется это видеть, подумай о возможной цене, о том, что не ты можешь победить в этом поединке. Господь сказал Моисею, упрямится фараон, не хочет отпускать мой народ. Завтра утром, когда фараон пойдет к реке, ступай ему навстречу. Встань перед ним на берегу Нила, держи в руке посох, что превращался в змею, и скажи фараону так, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти мой народ в пустыню, совершить служение мне, но ты все не слушаешься. И Господь говорит тебе, сейчас ты узнаешь, кто такой Господь. Я ударю по Нильской воде посохом, и вода станет кровью. Умрут все рыбы в Ниле, а от реки пойдет такой смрад, что египтяне не смогут пить воду из нее. Вот начинаются египетские казни. А каких только объяснений не предлагали. Ну, одно из них, естественно, научное объяснение. Идет речь про взрыв вулкана на острове Санторини. Действительно, такой вулкан был, он действительно взорвался в древности. Наверняка получилась туча вулканического пепла. Возможно, ее ветром отнесло над истоки Нила. Там она пролилась дождем, и вода в Ниле стала вот такой багряной от этого пепла. Такой вот темной и непригодной для питья. Да? Кто его знает? И дальше, смотрите, там дальше всякая будет история про жаб. А жабы повыпрыгивали из Нила, потому что они в этой воде жить не могли. А потом они померли, и мошки прилетели, и стали на этих жабах размножаться. А потом одно, другое, третье. То есть очень логичная такая цепочка объяснений, естественно, научных. Я не знаю, как это получилось. А текст это описывает как явное чудо. Вот он не говорит, взорвался вулкан, вулканический пепел выпал, вода покраснела. Он говорит, вышел Моисей посохом, коснулся Нила, ударил по нильской воде посохом, и вода стала красной, кровавой. А, кстати, что значит стала кровью? Вот к вопросу о буквальном понимании Библии. Вода стала кровью. То есть в ней эритроциты, лимфоциты, да? Она была там первой, второй, третьей или четвертой группы, да? Как у нас бывает. Ну, конечно, нет. Мы понимаем, что кровь — это вот жидкость, которую нельзя пить, да? Она такая густая, темная. Если ее оставить, она гниет, да? Смрад от нее идет. То есть вода из Нилы, очевидно, стала похожа на кровь по своему внешнему виду. И в ней исчезла жизнь, но без воды как вообще жить, да? То есть все от этого пострадали. Умрут все рыбы в Ниле. От реки пойдет такой смрад, что египтяне не смогут пить воду из нее. И здесь, конечно, есть и символическое действие. Вот пока можно было... Моисей и Арон соревновались с фараоном в вещах относительно безвредных. У кого посох магически магичнее, да? У кого змей получится, и чей змей другого змея съест. А вот здесь уже касается жизненных необходимостей. Вода из Нилы — то, без чего Египет просто не существует. Я напомню, что это практически единственный источник пресной воды. Есть еще оазисы в пустыне, но их крайне мало. А Египет — очень густонаселенная страна. В древности тоже. Ну, сейчас, конечно, побольше народу, но по древним меркам Египет всегда был густонаселенным. И Нильская вода — это главный источник влаги для всей этой страны. Господь велел Моисею, скажи Арону, возьми свой посох, взмахни над водами Египта, над реками, над рукавами Нила, над озерами и водоемами, и вода в них станет кровью. По всему Египту будет кровь. Кровь на дереве, кровь на камне. Вот уже нигде не остается этой питьевой воды. Моисея и Арон сделали так, как повелел Господь. Поднял Арон посох, ударил им по Нильской воде на глазах у фараона, его вельмож. И Нильская вода стала кровью. Все рыбы в Ниле умерли, а от Нила пошел такой смрад, что египтяне не могли больше пить из него воду. По всему Египту была кровь. Но то же самое с помощью волшебства своего сделали египетские маги. Вот это уже некоторое безумие. То есть они начинают разрушать свою собственную страну, и с желанием показать, мы тоже так можем. Я понимаю, если бы египетские маги сделали так, чтобы кровь обратилась обратно в воду. Да? Был полезное для Египта чудо. Но они только усугубляют. И, кстати, если вся вода превратилась в кровь, как могли египетские маги этому подражать? Где бы они взяли воду? Значит, слово «вся» здесь некоторое преувеличение. Мы еще это увидим в следующих главах. Что вся вода, весь скот — это явное преувеличение. То есть какая-то, может быть, значительная часть воды. Египетские маги смогли повторить то же самое, потому что здесь уже идет речь о крутизне. А кто из нас обладает более сильными магическими техниками? Речь не идет о пользе. Очень часто, когда люди спорят о том, кто из нас круче, особенно мы, как некая корпоративная идентичность, как вот некоторая группа — нация, народ, корпорация, конфессии и так далее, то, в общем, самый простой способ доказать свою силу — это что-нибудь сломать, что-нибудь испортить. Строить это надо уметь. Надо прикладывать долго многие усилия. А сломать можно быстро и эффективно. Разбомбить, разгромить, уничтожить. Вот они делают то же самое. Уничтожают свою собственную страну просто, чтобы показать, мы тоже достаточно крутые. К сожалению, часто происходят подобные вещи с людьми. И фараон продолжал упорствовать, не стал слушать Моисея Иерона, как и предсказывал Господь. А фараон — это что? Народ бедствует. А у фараона, наверное, там запасы изысканных вин, которые он будет пить. Там купаться он тоже найдет какой-нибудь способ. То есть, как всегда, простой народ страдает, а верхушка правящая, ну, находит способ объяснить себе эти неприятности тем, что, ну, надо перетерпеть, иначе, получается, мы поддаемся на влияние. Мы шантажу, вот, отдаем нашу страну, мы считаем, что мы слабее этих самых евреев, не бывать этому, потерпим ничего. Будут терпеть. Повернулся фараон и пошел к себе во дворец, не обращая внимания на происшедшее. Ну да, у него во дворце все хорошо. Египтяне стали копать вокруг Нила колодцы, потому что нильскую воду нельзя было пить. Минуло семь дней с тех пор, как и Господь поразил Нил. Дальше эти казни продолжатся, логика будет примерно той же самой.